Продолжение следует... Дни франкофонии и как это все происходит в Одессе? В Одессе тоже мы решили показать, чем живут франкофонные страны и в этом году у нас такое масштабное празднование. Мы уже встречались с писателями, с Жаном Полерогом, с Андреем Макиным, лауреатом Конкуровской премии. И сегодня очень рады представить в Одесской публике прекрасных музыкантов, группу «Шериф Мбау», которая состоится, концерт их состоится в клубе «Юла» в 19.00. Теперь вопрос, как вы, к лидерам группы, какая музыка сегодня ждет тех людей, которые придут? Что же здесь ждет? Что вы, кем объединяете сегодня? Ну, это вечером они будут ждать много стиль музыкантов. Они будут ждать музыкантов, 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 музыкантов и музыкантов. Наш стиль – это микс из разных музыкальных жанров. Сегодня одесская публика услышит и элементы соул-музыки, и поп-рок, и блюзовая музыка, где-то даже будут элементы сальсы. Поэтому те, кто захотят услышать хорошую, качественную музыку, они обязательно будут довольны. А те, кто хотят потанцевать, они тоже найдут очень динамичные ритмы для таких сбалочных танцев. И, конечно же, элементы африканской традиционной музыки. Были ли уже концерты в Украине? Как обычно встречают ваше направление, ваше стиль в Украине? Как вы думаете, ваше стиль? Мы играли в Луганске, в Донецке, и в Донецке. И мы увидели, что здесь, ваше стиль, что мы ждем, мы ждем, что это не будет слишком сильно, но мы видели, что это танцы хорошо, это выступает, это танцы, это танцы, и они учатся. И они интересуются, они задают вопрос, куда ты пришел, как ты рассказываешь, что ты рассказываешь о твоих песнях. И все будет хорошо, ваше стиль, и я думаю, что это будет продолжать так. У нас были не самые лучшие надежды, ожидания. Мы думали, что публика, может быть, не совсем поймет наш стиль, но мы были очень рады видеть, что публика очень хорошо, активно реагирует. Мы уже играли в Луганске, в Донецке. Всегда все находили для себя что-то интересное, и задавали даже после концерта вопросы. Они были очень любознательны, хотели узнать, откуда мы, почему мы играем такую музыку, о чем наши песни. Поэтому я думаю, что и в Одессе тоже публика очень хорошо отреагирует на наш концерт. Для тех, кто собирается прийти на ваш концерт, о чем вы поете? Какая тема основная, основные линии проходит? Тема – это мир, это то, что мы живем каждый день, то, что мы встречаем каждый день, то, что мы видим каждый день, когда мы открываем нашу дверь, мы открываем нашу дверь, и это может быть любовь, это может быть тоже шансон о том, что мы можем увидеть каждое утро, когда мы открываем дверь и выходим в мир. Это и любовь, и грусть, и любые другие вещи, которые нам встречаются на нашем пути. И даже сейчас, вот находясь в этой студии, можно написать какую-то песню о том, что я сейчас здесь вижу и наблюдаю. Скажите, а есть ли в вашем творчестве какие-то запрещенные темы? Есть темы, которые вы не будете никогда петь и не хотели бы никогда петь? Потому что есть какие-то вещи, которые вы не хотели бы никогда петь? Какие вещи, как петь? Какие вещи? Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Все шоке, конечно, я не говорю о чёме, но все политики, каждый артист, который имеет свою способную, и compartir свою музыку, и рассказать. Но я берусь на то, что жизнь красивая, даже если я делаю шансы, которые я делаю, я всегда пишу. И все хорошо, солнце есть, жизнь красивая. Таким образом, я не добавлю других шансов, которые шокят. Ну, нет никаких табу у нас, но, конечно, есть вещи, которые могут нас шокировать. Но я всегда стараюсь в своих песнях быть оптимистом. И даже что бы ни происходило, в плане экономическом или политическом, я всегда хочу передать своими песнями, что жизнь прекрасна. «Левия Бель», «Солнце светит», и давайте будем жить, радоваться жизни. И зачем грустить? Такая позитивная нота, безусловно. Мне кажется, что одесситы с удовольствием сегодня присутствуют на концерте. А скажите, какие еще мероприятия в рамках Дней Франковнии будут в Одессе? Ну, вот сегодня, наверное, самое яркое будет событие. Я еще раз приглашаю всех одесситов в клуб «Юла» на Тройске 52 в 19.00 на концерт «Шерифа Мбау». Действительно, очень зажигательная, такая жизнерадостная музыка. Затем в субботу в нашем центре на Садовое 3 состоится клуб общения, киноклуб. Мы покажем фильм о Патрисе Лумумбе, первом премьер-министре Конго, который был убит за свои взгляды, за свою борьбу за демократию в странах Африки. И этот показ будет сопровождаться дискуссией с писателем из Конго, который живет в Одессе. Затем в воскресенье мы заканчиваем наш этот большой фестиваль показом короткометражных фильмов из разных стран Африки. Он состоится в свободном пространстве «Циферблат», это «Перелок Виссабирала Жукова 3-7» в 19.00. Мы покажем пять самых лучших фильмов из разных стран Африки, которые показывают, чем же живет современная Африка. Таким образом мы закончим фестиваль, но тем не менее очень скоро уже наступит французская весна. И я думаю, что мы сейчас увидимся с тобой и поговорим об этом более детально. Я только что рассказывал о программе фестиваля, и очень большое внимание посвящено именно африканской культуре и развитию французского языка именно во Франции. Это специально таким образом построена программа или так получилось случайно? В принципе так получилось случайно, но мы уже в прошлом году уже рассказывали немножко о франкофоне в странах Африки, и видели, что люди очень интересуются, им очень интересно, и поэтому в принципе решили пригласить именно артистов, которые и расскажут о жизни современной сейчас в странах Африки, но тем не менее это не говорит о том, что в следующем году мы не покажем культуру Канады или Бельгии. Просто в этом году так получилось, и мы очень рады нынешней программе. Но тем не менее не только Африка была, потому что был, например, Андрей Макин, то есть человек с русским происхождением, который пишет на французском. И просто речь о том, что достаточно большую часть, понятное дело, что... Да, ну так в принципе так получилось, это не было специально, так получилось, но мы открыты, мы всегда открыты к разным предложениям, поэтому если будут предложения интересные из других стран франкофонных, мы всегда их примем и будем рады. Это очень интересно. Может быть, сейчас приблизительно Пишарос на ваш консер. Юла, вы видите, что мы будем очень много танцевать, веселиться. Берите своих детей, даже самых маленьких. Сол музыка всегда их развивает и делает еще более жизнерадостными. Берите с собой соседей, ваших братьев, сестер, бабушек, дедушек, даже ваших вахтеров. Всех берите. Будет очень весело. Мы вас очень ждем. Спасибо. Я думаю, что я присоединился к вашему сегодняшнему концерту. Давайте его посещу и рекомендую всем телезрителям, которые сейчас смотрят программу «Утро» на ТВ, тоже пойти на концерт. Думаю, будет весело и очень интересно. А мы напоминаем, что сегодня у нас в студии был Шериф Мабу, лидер группы Шериф Мабу. Также это музыкант из Сенегала. И также Анна Олегнович, арт-менеджер Альянс Франсей. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам. Мы продолжаем программу «Утро» и следующая рубрика – это «Школа научных чудес».